Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Тема этого выпуска — наступление украинской армии на Херсон. Как оно продвигается, будет ли в ближайшее время город снова взят под контроль Киева, «А какие еще есть сценарии?» и это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» здесь Владислав Горин, это я, но и наш частый гость, которого неизменно интересно послушать, дорогой Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Дим, привет! Привет-привет! Редактор, да, говоришь? Отдел «Разбор», говоришь? Давай тогда прилюдно разберем, по-редакторски, по-разборному, почему тебе не понравился заголовок, который был у нашего предыдущего подкаста, который был буквально таким. Последние дни Россия атакует Украину дронами «Камикадзе», но это ни на минуту не может задержать контрнаступление украинской армии на Херсон. Тогда в чем смысл? Что не понравилось? Не понравилось то, что наступление остановлено, и последние две недели существенного продвижения на этом участке нет. Я не говорю, что это связано с бомбардировкой дронами каких-то инфраструктурных объектов в Украине, но формально наступление сейчас не наблюдается. Хорошо, это обязательно обсудим, в каком состоянии сейчас это наступление, потому что медийно, в том числе благодаря прогосударственным, пророссийским, вот проофициальным медиа, которые частью прямо бюджетные, а частью вот эти бесчисленные телеграм-каналы, наступление идет и даже отражается. Непременно нужно будет про это поговорить, хотя еще одно небольшое уточнение хочется сделать у тебя по поводу вчерашнего эпизода. Там мы говорили про дроны-камикадзе попроще, а ты, наверное, готов рассказать про новые модели вот этих барражирующих боеприпасов и про то, что они-то и могут как раз повлиять на ход военных действий. Могу я попросить тебя тоже сделать такую интермедию, отступление в самом начале разговора? Ну, речь не идет про какие-то новые дроны, которые ранее были неизвестны. Речь идет про российские дроны, которые уже использовались, но в каких-то гомеопатических количествах. Это барражирующий боеприпас «Ланцет» и «Куб», которые сейчас в большом количестве оказались на фронте, но судя по видео, которое распространяет Минобороны России. И они поражают систему ПВО, украинскую артиллерию и бронетехнику. Мы видим, что их стало намного больше, возможно, был создан запас за последние месяцы, и сейчас они расходуются вот таким вот образом. И это часть, видимо, новой стратегии российской армии. Это удары не только по инфраструктуре и коммуникациям, но и по каким-то важным объектам на фронте с помощью барражирующих боеприпасов. Вот такое бесшовное у нас повествование, если вы слушаете с копом наши подкасты и перешли от вчерашнего к сегодняшнему. Хорошо, давай поговорим про Херсон и про предыдущие недели, про то, как там продвигалось наступление, которое ты говоришь сейчас, идет медленно или практически не идет. Что можно сказать, глядя на средства массовой информации, в основном на новости о происходящем. Ну, и мы с тобой обсуждали много раз, и в новостях об этом пишут, что город, находящийся на правом берегу Днепра, на него с севера наступает, или контрнаступает, если смотреть на тенденцию всей войны украинской армии. Снабжать город проблематично, река, удары по временным мостам, по постоянному Антоновскому мосту, удары по складам в тылу. Москва ввела военное положение, и там тоже есть нормы, связанные с возможностью обороны и перемещения людей, с задействованием частного имущества, нечастного, такого-сякого. Местная пророссийская администрация в Херсоне, ну или, наверное, надо говорить российская, с точки зрения Российской Федерации, было же как бы присоединение, она эвакуируется, и эвакуирует какую-то часть населения. При этом по этому поводу туда приезжал в Херсон глава Крыма Аксенов и замглавы администрации президент Кириенко. Генерал Сергей Суровикин, назначенный не так давно командующим вот этой объединенной группировкой российских войск в Украине, обещал непростые решения при обороне Херсона. А замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов, я могу процитировать по РИА новостям, сказал, что «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск». В общем, читая все это, повторюсь, складывается ощущение, что Украина просто у ворот города скоро туда войдет. А если почитать, кстати, западные голоса, которые на днях писали со ссылками на свои разведки, так и войдет в ближайшие недели в город. Но российская армия планирует дать бой, превратить город в крепость, а потом даже откатиться назад и совершить контрнаступление на контрнаступление. Давай разберемся, что на самом деле происходит. Ну, думаю, что можно повторить за генералом Суровитиным, что ситуация сложная, связано это со снабжением, как ты правильно сказал. Снабжение, которое есть сейчас, оно намного меньше, чем было весной и в начале лета. Связано это с повреждением мостов через Днепр и еще одного моста через реку Ингулец, которые связывают эту группировку российскую на правом берегу Днепра с большой землей, так скажем, и с базами снабжения. Сейчас снабжение идет с помощью паромов. Там есть как и военные штатные паромы, так и импровизированные. Там изымали у местных бизнесменов баржи и делают из них какие-то переправочные средства. Но проблема в том, что ВСУ повреждает мосты, которые пытаются ремонтировать инженерные части российской армии быстрее, чем этот ремонт идет. И проблема в том, что переправочных средств не хватает, взять их неоткуда. Это значит, что нельзя увеличить численность группировки на правом берегу Днепра, тогда как украинская армия это сделать может. И, собственно говоря, этим занимается, перебрасывает туда резервы. И в начале октября мы видели, что это дает плоды. Было крупное наступление ВСУ вдоль Днепра, нащупали слабое место в российской обороне. В результате российские войска отступили на нескольких десятков километров, покинули практически всю северную часть правобережной Херсонской области, скажем так. Собственно говоря, две недели назад ВСУ вышли на расстояние в несколько десятков километров от города Берислав. Чтобы понимать, город Берислав находится на противоположном берегу Днепра от Новой Каховки, и это один из главных хабов логистических российской армии в этом регионе. После отступления российских войск они заняли новую линию обороны, и с тех пор нельзя сказать, что есть какое-то продвижение у украинской армии, наступление, можно сказать, что остановилось. С чем это связано, давай поговорим отдельно. Давай. Есть гигантская река Днепр, и в том месте, о котором мы говорим, чуть выше севернее, есть совершенно огромное, почти как море, Каховское водохранилище, и это существенная преграда, и вот таким плацдармом является Херсон, и еще там пара точек, в том числе то, что ты называл напротив Каховки, Новой Каховки. Почему в таком случае наступление не идет? Украина копит силы, и в ближайшее время, стараясь успеть до зимы, все это осуществит, или вот эта машина, которая ехала продолжительное время, недели, надвигаясь на российскую группировку, она остановилась по какой-то причине? Давай скажем так, это наступление в целом, оно началось в конце августа, нельзя назвать очень удачным, украинские войска несут большие потери, это мы знаем из фото и видео, которые приходят с места, продвижение не такое большое, как в Харьковской области, где мы видели успешное наступление ВСУ. Это связано, прежде всего, с географическими особенностями, местность там представляет из себя голую степь, с небольшим количеством искусственных лесных насаждений, и все наступления представляют из себя движение из одной лесополосы к другой, и это в условиях, когда российская армия по-прежнему имеет преимущество в количестве стволов, артиллерии, и в авиации, это непростая задача. Закрепляться в этих лесополосах тоже непросто, поэтому, начиная с конца августа, мы видели только один удачный эпизод, это вот то самое наступление вдоль Днепра на несколько десятков километров. В остальном, мы видим небольшие территориальные приобретения ценой больших потерь. В принципе, когда произошло наступление под Харьковом, под Балаклеей, Зюм и Купянском, было предположение, что все наступление ВСУ в Херсонской области, это был некий отвлекающий маневр. Я с этим не согласен, мне кажется, это вполне самодостаточная операция с далеко идущими целями, скажем так. Но она отвлекла российские резервы, начиная с июля, на правый берег Днепра и в остальные районы Херсонской области, то есть и на левый берег Днепра, прибывали крупные российские резервы, и отчасти вот эта вот подготовка со стороны российского командования тоже играет роль, там довольно крупные силы, но, как я уже сказал, есть проблема эти силы увеличивать дальше, потому что есть проблемы со снабжением. Поэтому все, что мы видим, начиная с августа обе страны накапливают силы, ВСУ делают это быстрее, очевидно. Но легкого наступления с глубокими прорывами пока не получается, вот если не считать эпизоды в начале октября. Является ли вообще это наступление основной операцией сейчас вооруженных сил Украины или условно Луганское направление важнее, и вот туда будет направлен и фокус внимания, и силы или нет, основное, это именно Херсон, за ним и надо следить. Можно сказать, что оба наступления сейчас буксуют, это связано с тем, что поступают российские резервы, и это, возможно, связано с тем, что украинское командование планирует какие-то еще операции. Ну, самая очевидная вещь, которая широко обсуждается, это наступление со стороны Запорожья в сторону крымских перешейков, и это действительно самая большая опасность, которая может быть в ближайшие месяцы для российской армии. Потому что в случае успеха такого наступления придется эвакуировать не только Херсон, но, возможно, и весь юг Украины. Но, насколько можно судить по открытым источникам, продолжается переброска резервов российских в этот район, то есть это, условно говоря, левый берег Днепра. Там создаются новые линии обороны, и видно, что российское командование эту опасность понимает, но эта угроза остается, скажем так. Можешь мне объяснить тогда, пожалуйста, все-таки про Херсон и про то, как будет развиваться, скорее всего, ситуация, потому что, повторюсь, можно было смеяться над западными разведками или, ну, со скепсисом, относиться к их заявлениям до февраля 2022 года, а сейчас периодически читаешь и думаешь, ну, оно, может, и не может быть, но в прошлый раз тоже никто не поверил, а случилось, как они предсказывали, собственно, война в Украине, Россия совершила вторжение. Когда они пишут и говорят про то, что Херсон может в ближайшие недели перейти под контроль Украины, это что имеется в виду? При каких условиях это может случиться? И, учитывая уязвимость российских сил, почему это такая уж сложная задача? Я думаю, что это может случиться единственным образом, если российское командование сделает очередной, как это летом называлось, шаг доброй воли, сейчас называется трудное решение, а именно будет просто эвакуирован весь плацдаром на правом берегу Днепра, просто потому что защищать его невозможно, то есть можно продолжать отражать украинские атаки небольшими силами, которые происходят сейчас. Да, можно сказать, что такие атаки происходят, мы видим визуальные подтверждения этому, но силы, которые в них задействованы, невелики, то есть речь идет о, может быть, нескольких батальонах, при том, что в начале октября были задействованы несколько бригад практически целиком, то есть отражать такие атаки российская группировка может, принципиально изменить ситуацию в свою пользу, тем более перейти в какие-то наступления на Николаев и Одессу не может точно, ситуация будет ухудшаться, о чем Суровикин, собственно, честно и сказал. Ситуация эта связана со снабжением и с тем, что невозможно радикально увеличить численность группировки. Поэтому западные разведки, если им верить, они знают, что решение об эвакуации Херсона уже принято. Ну, мы можем верить, можем не верить, но слова Суровикина выглядят как подготовка к такой эвакуации. В Киеве про это же говорят, в смысле про эвакуацию, что это какая-то провокация, что, как вы себе представляете, мы будем бомбить украинские города, а вообще без превращения города в руины, если там окопался противник, его можно взять? Ну, если совместить штурм города с пресечением коммуникаций, с помощью артиллерии, то, наверное, возможно. Ну, здесь надо говорить о том, что все зависит, в данном случае, от российского командования, прежде всего. До сих пор мы видели, что в таких ситуациях при недостатке снабжения, при угрозе того, что это снабжение будет прервано, российское командование всегда предпочитало войска отвезти. Так было и под Киевом в конце марта, так было на острове Змеиный, так было на востоке Харьковской области в сентябре, точно так же было в начале октября в Херсонской области, вот когда северная часть группировки могла попасть в окружение, вот ее отвели. Чтобы, собственно, избежать катастрофы и не потерять силы, которые есть. Ну, да, все-таки у окружений с последующим уничтожением всех сил есть политическая составляющая. Это масса разбитой техники, это пленные и так далее. Видимо, российское командование этого видеть не хочет и превентивно отводит войска еще до того, как угроза окружения реализуется. Что может российская армия предпринять и зачем нужно следить, где движение нужно фиксировать и смотреть, что вот именно эта реакция, попытка перехватить инициативу в районе Херсона или это произойдет не в районе Херсона? Ну, сначала про Херсон. Мы видим, что отступление, которое было в начале октября, уменьшило линию фронта. Это увеличило плотность войск, которые заняли новую линию обороны. И, очевидно, это помогло эту новую линию обороны держать. Можно и дальше продолжить отступление в сторону Херсона и Новой Каховки. Сейчас от Днепра и до линии фронта в районе Херсона несколько десятков километров, около 30. Можно отвезти войска ближе к Херсону, можно отвезти артиллерию, которая потребляет больше всего тонн снабжения, отвезти на левый берег и поддерживать войска с другой стороны Днепра артиллерийским огнем. Мы слышим, как власти аннексированного Херсона говорят про то, что Херсон станет крепостью. Можно себе представить, что такая крепость будет создана, но, как я уже выше сказал, это не в духе решения российского командования, который предпочитает не создавать крепости и не биться за них, предпочитает отводить войска в случае угроз окружения и прерывания снабжения. Хочется очень спросить, это рациональное решение, потому что нет никакого смысла сидеть в крепости или потому что нет уверенности, что защитники этой крепости достаточно морально подготовлены, достаточно мотивированы для того, чтобы ее удерживать, а не сдать? Совершенно очевидно, что с военной точки зрения было бы логично перестать тратить силы на плацдарме, где есть большие проблемы со снабжением, отвезти войска на левый берег, занять оборону, может быть, даже небольшими силами по левому берегу, потому что форсировать реку шириной более 500 метров, а это в самых узких местах в районе Херсона украинской армии будет очень тяжело. Не скажу невозможно, но очень тяжело. И это, конечно, снизило бы напряжение на других участках фронта, дало бы возможность использовать эти войска, часть из которых вполне боеспособная. Как мы видим по результатам нынешней обороны, можно было бы использовать на других участках, можно было бы укрепить фронт в Запорожье, который со стратегической точки зрения намного опаснее, чем фронт под Херсоном. Но, как мы понимаем, есть политические ограничения. Прежде всего, Херсон – это единственный областной центр Украины, который был захвачен и удержан с начала российского вторжения, а теперь это еще и столица аннексированной Херсонской области. Принять такое политическое решение очевидно непросто. Хорошо. Давай поговорим еще про эффект мобилизации. Ну, кроме того, что сразу появились сообщения о первых потерях, про тыловые я вообще молчу, но и на фронт многие люди попали тут же, были убиты, ранены. Что можно сказать про вот эту действительно большую всенародную штуку, про это движение, которое захватило очень многих и тех, кого не задело, напугало, напрягло? Имеет ли это какое-то отражение в тактическом смысле? Давай я расскажу, как мне кажется, виделся план этой мобилизации. Думаю, что изначально планировалось мобилизовать людей, которые в последние годы отслужили по контракту, и их после короткого слаживания отправить на пополнение частей, которые действуют на фронте. Не секрет, что значительная часть российских соединений действует не полностью, а какими-то боевыми группами, которые они выделили своего состава. Эти боевые группы имеют маленькие батальоны, то есть намного ниже штатной численности. В этих батальонах есть роты, где вместо 120 человек может быть 40, и во многом поэтому они небоеспособны в нынешней войне, где они противостоят ВСУ, которые отмобилизовались, имеют штатный численный состав. Поэтому такие подкрепления имели смысл, если бы они состояли целиком из людей, которые недавно отслужили по контракту, которые помнят, как пользоваться вооружениями, которые знают штатное расписание и которые обладают нужной военной специальностью. Да, а из остальных мобилизованных планировалось создать в том числе новые соединения, тренировать их несколько месяцев, нормально их вооружить и потом задействовать на фронте, в том числе, возможно, для наступления очередного. Но то, что мы видим, на фронт после очень короткого обучения попадают в том числе люди, которые в лучшем случае служили срочно службу 10 лет назад или сколько-то там лет назад. В общем, мы видим бардак, связанный с тем, что система военной организации оказалась не готова к мобилизации. Почему это получилось? Потому что советская система была демонтирована, создание армии миллионной и многомиллионной из мобилизованных новой не появилось, поэтому все это импровизация и на фронт попадают в том числе необученные люди. Но сейчас, то, что мы видим сейчас, в основном, это все равно пополнение в действующей части и это дает, видимо, мы точно не знаем, но это, как кажется, дает некоторое облегчение этим действующим частям, у которых огромный некомплект личного состава. Сможет ли Миноборона сформировать новые боеспособные соединения из мобилизованных? Мы этого не знаем. Уровень бардака велик, поэтому и сомнения в этом тоже велики. Я почему еще спросил, потому что все, что ты описывал до этого, в том числе в херсонском направлении, было похоже на то, что мы давайте укрепимся и нам нужно время, чтобы, ну, например, фантазируя, как раз вот этих новобранцев или мобилизованных обучить, сладить и отправить в бой. Мы хотим пересобрать армию. Так ли это и происходит ли этот процесс, ты, в общем, сейчас описал, но если хочешь что-то добавить или оспорить этот тезис, то милости прошу. Ну, хочу добавить, что очень тяжело судить по видео, которое нам показывают с полигонов. Мы знаем, что часть из этих видео, которые были показаны, они постановочные, вот когда Шойгу приезжал в Наруфаминск. Мы достоверно знаем, что ему показали контрактников вместо мобилизованных. Мобилизованные в это время их отправили сидеть в лес и не мешать. Поэтому тяжело верить всем видео, которые приходят с полигонов, где мобилизованных обучают должным образом. Поэтому, как я сказал, что мы видим высокий уровень бардака, плохую организацию, что вселяет большие сомнения в том, что можно будет пересобрать армию, создать новую. Это сложный процесс. Очевидно, что есть нехватка офицеров, прежде всего. Сейчас мы видим, что есть нехватка техники, вооружения и эмундирования. Мы знаем, что в Украине процесс мобилизации на первых порах особенно шел тоже крайне непросто. Занял много месяцев. И эти новые соединения из мобилизованных, которые сейчас наступают под Харьковом и под Херсоном, на их создание ушло почти полгода. Есть ли эти самые полгода у российской армии? Сложно сказать, но по нынешнему соотношению сил стоит предположить, что российская армия еще придется отступать. Как далеко рискнешь ли ты предположить? Думаю, что история с Херсоном, как представляется, это самое сложное решение уже принято и не зависит от новых предприходящих обстоятельств. Думаю, что несмотря на все политические сложности такого решения, с военной точки зрения оно очевидно правильно. Про другие направления сказать сложно. Думаю, что опять же на севере Луганской области в случае чего российская армия может отступить, если ВСУ перейдут в новое наступление превосходящими силами. Сейчас сложно сказать, планируется такое наступление или нет. Опять же, мы видим атаки небольшими силами и даже контратаки российских войск. Планы сторон здесь не вполне ясны. Но я думаю, что есть ключевое направление. Это вот юг Запорожской области и левобережная часть Херсонской области, в которой российская армия отступать некуда. И думаю, что там будут сосредоточены основные резервы, в том числе созданные из мобилизованных пополнения и новые соединения, если таковые успеют создать, то они будут направляться именно туда. Хорошо. В общем-то все понятно, но у меня есть два бонуса. Бонус номер один. Сегодня на Медузе вышел текст заглавленный «Будет ли российская армия удерживать Херсон?» рассказываем о трех вариантах непростых решений, которые анонсировал без конкретики, командующий российскими войсками в Украине. И трудно тебя не спросить про третий из описанных там сценариев. Я позволю себе обширную цитату. Подготовка к ядерному удару. Эксперты, исследующие вероятную доктрину применения нестратегического ядерного оружия российским командованием, считают, что потенциальной целью такого удара могут быть безлюдная местность войска противника. Восток Херсонской области малонаселенная местность, которая сейчас заполнена десятками тысяч украинских военнослужащих. Теоретически именно такой район может быть выбран для демонстративного ядерного удара, призванного либо повысить эскалацию до предела, который себе не может позволить противник Украины и Запад, либо заставить этого противника пойти на деэскалацию конфликта на приемлемых для Кремля условиях. Подготовка к такому удару требует эвакуации населения для избежания побочных жертв, но крайне маловероятно, что именно такое трудное решение имел ввиду Суровикин. Удар не обещает никаких военных выгод и крайне опасен в политическом смысле. Вместо деэскалации Запад может пойти на эскалацию, например, нанести мощные удары к конвенциональным оружиям по российской армии в Украине. Такой вариант ответа на ядерную эскалацию чаще всего публично обсуждают западные эксперты. Так что, к счастью, использование ядерного оружия по-прежнему остается наименее вероятным вариантом развития конфликта. Дорогой Дима, я понимаю, что исчерпывающе описано, но трудно не переспросить. Это вот все серьезно? Это вообще вариант? И разве он не ведет к потере России, армии на территории Украины и, в общем-то, к началу Третьей мировой? Надо сказать, что все варианты использования ядерного оружия это, конечно, сугубо российская военная теория в изложении западных экспертов, которые пользуются открытыми источниками, то есть статьями в российских научных журналах военных. Достоверно мы ничего не знаем о том, как выглядит доктрина использования ядерного оружия России, в том числе нестратегического ядерного оружия. Мы не знаем, есть ли какие-то планы реальные у Кремля его использовать или все-таки это блеф, хотя Владимир Путин долго нам рассказывал, что это не блеф, намекая именно на ядерного удара. И мы не знаем, каков будет ответ Запада и какие сигналы Запад доносит до Кремля. Знаем только, что такие сигналы были. Это самая российская военная теория по использованию нестратегического ядерного оружия в изложении западных экспертов. Звучит так, что есть некое представление о том, что можно повышать эскалацию и управлять ею. Так и называется управляемая эскалация. Начинается это все со словесных каких-то ударов, то есть с сообщения о том, что мы можем применить в случае чего ядерное оружие в каких-то ограниченных районах, не обязательно преследуя какие-то военные цели или цели по уничтожению инфраструктуры и тем более нанесение больших потерь противнику. Можно сказать, что если это представление западных экспертов про российскую ядерную доктрину правильное, мы сейчас видим самые ранние этапы, то есть нанесение словесных ударов. К счастью, в случае чего, как нас уверяют западные эксперты и военная НАТО, они почти наверняка увидят подготовку к нанесению таких ударов заранее, то есть за несколько недель. И в этом случае ты услышишь от западной разведки, что Кремль принял решение или готовится к нанесению таких ударов. То есть мы успеем с тобой об этом поговорить, по крайней мере. Но я думаю, что все-таки это крайне маловероятно по-прежнему, потому что не очень понятен политический и военный смысл. И я думаю, что российское командование должно хорошо понимать, что его представление о том, что можно управлять этой самой эскалацией, оно может быть ошибочным. В эту игру играют двое, и очень сложно предположить последствия. Мы знаем, что российское командование не очень сильно, но в таких расчетах мы это уже увидели на протяжении всей войны. И думаю, что такой эскалации все-таки переход от слов к делу российское командование и политическое руководство постараются избежать. Ну, можем только надеяться на это. Я отметил, да, что перед апокалипсисом ты готов прийти в этот подкаст в последний раз, видимо. Хорошо, последний, второй бонус. Незадолго до нашей с тобой записи. На нашу почту подкаст собакамедуза.io пришло письмо. Тема вопрос Дмитрию Кузнецу. И, конечно, я не мог письмо с такой темой не прочесть. Правда, я его чуть-чуть сокращу. Написал твой тезка Дмитрий из Архангельска. Вот его послание. У меня вопрос из разряда стыдных. Частный и совсем уж мелкий на фоне разрушения в населенных пунктах Украины. Украинские силы регулярно обстреливают приграничные населенные пункты в России и областной центр Белгород и маленькие поселки в разных регионах. Мы понимаем, зачем они это делают и под вопрос, а знаем ли мы, кто эти удары наносит. Понятно, что официальный Киев это не комментирует и ответственность на себя не берет. И все-таки, исходя из характера нанесенных ударов и использования боеприпасов, неармейское подразделение вроде сил территориальной обороны без санкций штаба в условиях децентрализованной системы принятия решений. Что скажете? Ну, скажу, что территориальная оборона входит в состав вооруженных сил Украины. Вряд ли без решения штаба она что-то может сделать. Большинство бригад территориальной обороны не обладают достаточными средствами, то есть артиллерии дальнобойной, которая может наносить удары. Мы можем сказать, что почти наверняка эти удары наносятся по решению украинского генштаба. Смысл их точно такой же, как в большинстве ударов, которые наносит российская армия по каким-то глубинным районам Украины. Это смысл отвлечения сил, заставить противника распылить силы, заставить его тратить средства на оборону второстепенных участков, чтобы было легче решать вопросы на главных участках. Ну, скажем, удары по каким-то целям в Белгороде относительно далеко от границы, они могут иметь целью отвлечь российское ПВО от, скажем, района наступления ВСУ в районе Сватова и так далее, чтобы можно было проще использовать там ракетные установки и авиацию. Это вот точная игра, в которой играют двое, ну, ресурсы разные, в России ресурсов побольше и возможности бить на большое расстояние тоже, но как бы это ужасно не выглядело, все эти удары по относительно мирным объектам и объектам двойного назначения, которые используют в том числе гражданские, это вот часть войны на истощение, это попытки заставить противника распылять силы. Спасибо большое, Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Спасибо. Время ваших писем, тем более, что начали мы их читать еще до отбивки, еще во время беседы с Дмитрием Кузнецом. Открою сейчас писем побольше, постараюсь максимум охватить. Так, спасибо, конечно, за добрые слова, это очень поддерживает. Кто-то спрашивает, почему я каждый раз начитываю объявления данное сообщение и материал по-новому в самом начале. Не думал вообще, что кто-то заметит, очень тронут тем, что вы так внимательны. Ну почему, почему? Потому что выпуск должен быть штучным товаром, надо давить в себе привычку, она мать равнодушия, а я не равнодушен и не хочу, чтобы вы были равнодушны и теряли интерес к нашему подкасту. Ну и еще, конечно, это некоторая разминка дикции, попробуйте, это настолько кривожабий текст, не тот по смыслу, но и с точки зрения звуков, что очень хорошо помогает разминаться, как с короговорком. Снова открытка с мемом пришла про волка, естественно, от Аслана. Спасибо большое, я люблю тебя сильнее, чем мемы про волков, гласит эта открытка. Нет, такого не бывает в жизни. Ксения, кстати, тоже прислала мем с волком, это отдушина. Ну а вот серьезное письмо от Владимира. Как и многие, он пишет о том, что говорить про войну, тут в этой максимально разбалансированной ситуации ненормальный, довольно непросто, потому что это, безусловно, попытка найти какое-то равновесие. От вас есть и упреки, и слова поддержки, но вот я хотел бы прочитать то, что написал Владимир целиком. Меня зовут Владимир, я из одноименного города на северо-западе Украины, еще до войны я записывал для вас начальную плашку и небольшой по скриптам, который попал в эфир уже в марте. Там же вы аккуратно подметили, что сейчас во время агрессии такая запись навряд ли появилась бы. Я долгое время собирался вам написать и уверить в обратном, но поводом и неким триггером для моего письма, как ни странно, стал ваш выпуск от 10 октября. Он и так, как я понял, получил уже достаточное количество реакций и писем, но вот пусть будет еще и мое. Как я уже упоминал, я живу на Украине, Владимир пишет именно с этим предлогом, кто я такой, чтобы с ним спорить, и простите, что отвлекся на эту мелочь, но многие ее замечают, для многих это какой-то знак, и вот я посчитал, что вынужден это отметить, продолжаю без придирок, без мелочности читать письмо Владимиром. К счастью, война не затронула меня и моих родных непосредственно, хотя у нас рядом с городом в начале войны были прилеты, кстати, в десятках километров от границ с Польшей. В основном же война, как и у большинства украинцев, у нас сводится к томительному ожиданию прилета во время тревог и проходит преимущественно в границах экранов. Поэтому лично для меня крайне важно видеть на этих экранах максимально проверенную, объективную и беспристрастную информацию, которую в принципе возможно получить в условиях военных действий. По этой же причине с первых часов вторжения и до сих пор ваше издание остается для меня чуть ли не основным источником информации о текущих событиях. Ввиду этого вышеупомянутый выпуск меня, как и похоже, многих несколько озадачил. Для нового слушателя вопросы, прозвучавшие там, могли показаться наводящими и общее впечатление могло сложиться так, будто вы уравниваете стороны и их ответственность. На ваше объяснение и аргументы в последующих выпусках, особенно пример с вагонеткой, убедили меня все же склониться на вашу сторону, ведь я и сам от начала войны и до сих пор придерживаюсь довольно непопулярного принципа, что любая жизнь священная и каждого человека нужно судить индивидуально, безотносительно его национальности, полы или религии. Несложно понять, почему жители Украины сейчас резко и болезненно реагируют на малейшую критику их военных сил и решений руководства, на любой даже намек на сравнение действий агрессора и жертвы. Это иррациональные реакции, по этой же причине я могу понять, как обозлины сейчас украинцы и почему они радуются катастрофам на территории России даже с жертвами среди мирного населения. Хочется верить, что это не от особой кровожадности, а лишь от отчаяния и желания восстановления хоть какой-то справедливости и отмщения. В людях говорит обида и горечь, но лично я приветствовать подобное не могу. Я считаю, что весь трагизм нашей сегодняшней ситуации заключается как раз в том, что люди по обе стороны фронта, даже учитывая то, что есть всеми признанный агрессор, являются жертвами чужих политических амбиций и умирают в этой мясорубке за эфемерную штрихпунктирную линию на карте. И пусть это прозвучит несколько крамольно и может даже наивно, но Украина не ищет сейчас мира, ей нужен не мир, а победа, ей нужно отобрать свое и хоть сколько благородным и праведным не был бы мотив, цена подобной политики человеческой жизни. Война — это всегда драка в подворотне, это некрасиво, неблагородно, это грязно и больно. В войнах не бывает победителей, это стихия, оставляющая после себя миллионы сломанных жизней, война извращает и обесчеловечивает. Поэтому, как и вы, я стараюсь смотреть на текущие события, максимально непредвзято, безэмоционально рассматривать войну как явление, а не как сказочную борьбу добра со злом. Главное, как мне кажется, что бы ни происходило, это стараться не терять человеческое лицо. Еще раз спасибо за вашу работу, за ваши принципы и честность. А вам, дорогой Владимир, спасибо, что вы, несмотря на личные очень понятные обстоятельства, так великодушны к другим людям. Ко мне, в частности, к моим соотечественникам тоже. Не уверен, что я был бы сам на такое способен, что я не был бы среди тех, кто говорил, я не хочу разбираться в сортах, есть агрессор, есть жертва, и вы не можете мне ничего предъявить. Поэтому с особым восхищением говорю вам еще раз спасибо, крепко жму вашу руку, желаю, конечно, мира, ну и победы, раз вы хотите ее. Это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Средства для пожертвований мы собираем на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok